Давай, сложные, сложные движения. Давай вместе, вместе. Взять шарик и опустить его обратно. Обычно годовалые малыши с этим легко справляются. Маленький Антоша тоже старается, но пальцы не слушаются. У мальчика нарушение двигательной системы. Чтобы развить мелкую моторику, малышу нужны ежедневные занятия на тренажерах. Он играет, он развивает сенсорику. В общем, они полезны, я считаю, даже всем детям полезны. Мы как бы протаптываем тропинку для будущих нервных связей и учим ребенка буквально иногда каждому, даже очень мелкому, движению руки. Все эти тренажеры хороши для занятий с детьми старше года. Но в областной больнице нет игрушек для шестимесячных малюток. Развитие движения рук поможет быстрее научиться говорить. Уверены врачи. И сегодня познавательные игры тренажеры отделению неврологии подарил благотворительный фонд Гоши Куценко «Шаг навстречу». У нас был проведен благотворительный показ фильма «Упражнение в прекрасном», который проходил в Вологде, в кинотеатре Ленком. И, соответственно, таким образом мы познакомились с этой замечательной больницей. И те средства, которые были на благотворительном показе вручены, мы все их реализовали на оборудование для Вологодской больницы. На отделении неврологии лежат 35 детей. И у каждого четвертого нарушение центральной нервной системы. И одной из главных ролей в лечении играют ранее развивающие занятия. Чем раньше начато лечение, то есть мы лечение начинаем с двух, с трех месяцев, с четырех. Это является профилактикой детской инвалидности, профилактикой формирования такого тяжелого заболевания, как детский церебральный паралич. Какое классное кресло. Кроме игрушек-тренажеров, в больнице подарили яркие мягкие кресла, ходунки, стеллажи и новую инвалидную коляску, которой можно управлять самостоятельно. А в кабинете логопеда появился долгожданный специальный зонт для массажа. Лоточками сделать массаж очень трудно. Это нарушение адекционного практики нужно. Наши детки плохо жуют, глотают, заливация обильная. И вот такой массаж помогает. Помогли пожертвования вологжан и больным детям в реабилитационном центре на улице Пугачева. Для них в марте приобрели специальные костюмы, которые позволяют удерживать ребенка в вертикальном положении и фиксировать голову малыша. И уже три месяца эти медицинские скафандры помогают восстанавливаться маленьким пациентам. В Вологодской области более 700 детей, страдающих ДЦП. Отделения неврологии не справляются с таким потоком маленьких пациентов. Поэтому благотворительный фонд «Шаг вместе» подал идею создать в Вологде реабилитационный центр для малышей и больных ДЦП. Администрация города и вологодские бизнесмены всецело поддержали эту идею. Городские власти уже решают вопрос о выделении помещения. А фонд «Шаг вместе» в свою очередь собирается сделать еще один шаг навстречу больным детям. Гоша Куценко планирует привезти в Вологду театральную постановку, чтобы устроить еще один благотворительный показ. Актер уверен, вместе в Вологжане смогут подарить детям надежду на выздоровление. Алена Шипилова, Игорь Трифонов, Новости Вологды.